музыки еще раз сюда отлично давай, давай, руку все танцевать давайте вместе от души вместе со мной раз, два, три вперед давайте танцевать влезетно стал я богачом играл с огненыш королем богачим, богачим, богачим богачим, богачим раскрыли карту стал богачим вся нема скитает раскрыли не зажигаю я хочу тебе сам богачим, богачим, богачим богачим, богачим, богачим что в твоей жизни изменилось? ну так особо ничего не изменилось а вот с одной стороны изменилось, что вот был прежним и стал чуть-чуть более звездным и вот люди уже начали вот ко мне вот как-то по-другому скано смотреть работа везде есть раз я начал работать до конца буду бороться но любая работа я уже привык на любую работу чем только я не занимался это словами не вот расскажешь и в Ростове работал на заработках и везде работал на полях работал это для меня не стыд потому что я для себя зарабатывал деньги для своей семьи с голосом что делать? голос нормально чуть-чуть восстановилось а то уже сколько после того эта песня вышла я же днями и ночами не спал вот нельзя себя запускать вот поэтому сейчас уже когда УРАЗа начался я уже не работаю хоть студия работает я же не работаю фихулай что ли фкахулай что ли вот это вот зеленый вот это вот это родственница дала вот позавчера когда я уходил вот варенье вот это вот я кушаю сейчас вместо чаю и на все к молоку, чаю все это добавляю вот это вот фихулай надо будет еще 3-4 килограмм купить и через мясорубку пропускать все толпы все толпы и все то в в 4-5 в на в Субтитры делал DimaTorzok 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 А кто помнит султана травму 10 лет назад? Вы помните, как он себя вёл? Не ему учить меня, как жить. Я сам отвечу за свои поступки. Они со мной связывались. Звал меня к себе на передачу, но я отказался. Может, поэтому они на меня обиделись. А может, звали они меня специально, чтобы вылить на меня весь негатив. Вообще, меня приглашали на разные передачи. Но я категорически всем отказываю. Вы знаете, как я плохо говорю на русском. И вот мои небольшие проколы могут использовать во вредных. Хотя я иногда что-нибудь ляпну, и это разлетается на весь интернет. В основном для меня слова пишет Амахач Сурхаев. И на аварском, и на русском. А музыку по-разному. Пишут разные аранжировщики. Такое ощущение, что именно к тебе весь негатив. Я уже говорил, я немножко отличаюсь. У нас в Дагестане принято нападать на слабых. И желательно толпой. Людям нужно выплеснуть свой негатив. И вот они нашли меня. Человека, который никогда не скажет плохого. И вот они решили на меня нападать. Я мусульманин, и скажу так. Я ничего не говорю этим людям. Потому что каждое их плохое слово стирает мои грехи. В Дагестане много артистов. Но почему-то мне говорят, не пой. Неужели я вот плохо пою, чем другие? Мы знаем много примеров. Того, как безголосные люди выходят на сцену. Я не говорю, что я самый лучший певец. Хотя я как-то сказал, я король всех певцов. Это, конечно, была шутка. Но поверьте мне, я не самый безголосный артист. Вообще, в Дагестане часто пели аморальные песни. Послушайте старые песни того же Султана Трамова. Группу «Прямое попадание» нехтбул. Марина Алиева, Сабина Алиева. Группа «Парадайз» и многие-многие другие. Слово «Кайфуем» было популярной песней Арсена Петровсова. Ее до сих пор поют и просят петь. Много других артистов, которые поют в песнях «Кайф». Но почему-то все начали цепляться в песню «Кайф», которую я пою. Опять же, я понимаю, это из-за моего образа. Все, кто меня хайит, хотят со мной снимать совместные видео. Хотят хайповать на мне. Лицо говорят одно, а за спиной говорят другое. К сожалению, в Дагестане существуют двойные стандарты. Я к этому уже давно привык. Хочу в непростое время пожелать всем добра, здоровья, любви и удачи. Хочу пожелать всем хейтерам счастья, здоровья. Хоть вы меня обсуждаете, но я все равно вас уважаю. Вы – это мой хлеб. Чем больше вы меня обсуждаете, тем больше я зарабатываю. Вот на вас я зарабатываю деньги. Больше мне нечего сказать вам. Низкий поклон и уважение вам. Спасибо моим поклонникам, поклонницам, кумирам. Всем спасибо за то, что меня поддерживаете в трудную минуту. Вы меня не оставляете. Всем спасибо. Я не хочу, чтобы меня называли Магакайф. Лучше называйте меня Магахайф. Но в моих соцсетях, как и было, Магакайф так и останется. Возможно, в будущем я это поменяю. В общем, всем удачи. Слава героям, буднянским афганцам. Мага, тебя же на Украину хотели отправить. Что, не идешь? Поеду, кто хотят меня отправить в Украину вместе с ними. Вперед, а они сзади, я. Что поделать? Но я против войны, конечно. За войну никому ничего хорошего не принесла. Только одна гибель. И как раз так у меня есть на подготовке про войну песня. Скоро времени эта песня тоже выйдет у меня. Про войну афганскую и украинскую.